В бассейне «Дельфин» состоялись товарищеские матчи по водному полу между воспитанниками оздоровительного центра «Извидного» и «Развилки». Подобные встречи несут дружеский характер и одновременно с этим позволяют участникам на примере своих товарищей устранять собственные ошибки. Занятия в секции водного пола проходят три раза в неделю, два из них на воде, одно в спортивном зале для общей физической подготовки. В бассейне во время матча находится по шесть игроков с каждой стороны. Стоит отметить, что в игре принимали участие трое ребят из младшего звена. Они пришли заниматься в секцию, практически не имея никаких навыков водного пола. Среднее звено – ребята, которые показали уже игру. И старшее звено – это 2000-2003 год. Это старшие ребята, которые уже занимаются у нас второй-третий год. Подобные матчи проводятся на регулярной основе с периодичностью в один-два месяца. Хозяева поля чередуются. Игры проходят поочередно на «Развилковской» и «Видновской» воде. Предыдущий поединок между участниками младшей группы не выявил победителя. Счет тогда был ничейным – 0-0. Месяц ватерполисты из «Развилки» готовились, отрабатывали броски и технику плавания. И теперь приехали в «Видное» на ответную встречу. Я все время вылаживался на все 100% на всех тренировках. Я готовилась на этих соревнованиях, так как мы должны выиграть. Команда духа у нас очень хорошая. Мы очень готовились к этой игре морально и физически. Так что мы сегодня готовы. Помимо игр между собой, воспитанники «Дельфина» принимают участие во встречах с представителями спортивных секций из других городов. Дружеские встречи, матчи мы проводим. Выездные. То есть это Куркино, это к нам приезжал Нептун Балашка. То есть обязательно встречаемся помимо нашей команды с разными. А подобные игры вполне можно назвать выставочными. Не зря на них всегда собираются родные и близкие ребят, чтобы посмотреть, чему те научились за прошедшее время. По завершению матчей все участники получили сладкие подарки, а лучшие игроки стали обладателями почетных грамот. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.